Бисмиллах, альхамдулиллах. Продолжаем разоблачать обиженного галлюцината и его дьявольскую пропаганду. И на этот раз наш обиженный галлюцинат что заявил? Мы, аль-на-суна-мусульмане, дозволяем некрофилию, то есть совокупление с мёртвой женой. И ещё непринуждённо закинул, так же и с животными они дозволяют совокупление. И он книги зачитал, открыл Нигаэт-аль-Мухтадж, Ашарита, Кубурита, могилопоклонника, который не агалисуна, кстати, а рамли, и кое-какие другие книги. Наш обиженный галлюцинат продемонстрировал отрывок какого-то магрибистского шейха, Абдуль-Бари, по-моему, который сказал, что хоть и неприемлемо совкупиться с только что умершей женой, но это не является запретным. И теперь ликует, видите, вот там мусульмане разрешают. Во-первых, эту бредятину и подобное вот этой фетве, да, шедузы, скажем, отклонения можно ожидать от любого сектанта. У Алла Алям, кто этот человек, он не представляет агалисуну, он не является нашим большим учёным. Но где вы такой найдёте, допустим, у шейха Аль-Фаузана, или шейха Аль-Аббата, или Ибн База, или Ибн Аль-Утаймина, или шейха Аль-Альбани? Не найдёте. Поэтому обиженный ты галлюцинат и лживый подонок, если ты хочешь ссылаться, то ссылайся на наши признанные источники, вокруг чего агалисуна собралась. И потом, даже если какой-то мусульманин с психическими отклонениями, нарушениями, сделает что-то, кем бы там он себя ни называл, это не есть представление ислама. Тогда как в христианской среде целые эпископы, целые большие учёные-авторитеты, вытворяют подобное. От педофилии, от гамосятины и так далее. Ссылку я оставлю внизу, в описании. А теперь смотрим, что он цитирует. Итак, шафиитский фикх. Первый из них это Нигая Туль-Мухтач и Ашарх Аль-Минхач, Шамсуддина Арамали, которого даже прозвали Малым Шафи, Ашшафир Исагыр. В его книге Нигая Туль-Мухтач, в разделе, посвящённом ритуальной чистоте, Арамали пишет следующее. Мёртвое тело не нужно омывать повторно, если с ним был совершён половой акт, поскольку с него снимается эта обязанность, как и с животного. Но омывение совершается при смерти ради очищения тела и дань уважения ему, а при совершении полового акта с мёртвой не налагается наказание и не требуется выплата махра. Второй источник это Туххат-Уль-Хабиб Аль-Чарх-Аль-Хатыб, представляющий из себя комментарий на трушу фейцкого учёного 16 века Аль-Хатыба Ачербини. В разделе, посвящённом наказаниям, Адуд, Ачербини перечисляет разные случаи, восьмым пунктом упоминая следующее. За сношение с мёртвой или с животным наказание не налагается. Да, кстати, на сношение с животными тоже закрывают глаза. При этом в комментарии от Буджейриме такой хуком никакого полицания не встречает. Он читал вот с этой книги. Нигайтуль-Мухтач. Шамсуддина Мухаммада Ар-Рамли, который сын Шихаба Ахмада Ар-Рамли. Теперь ответ. Тайный человек не представляет салифу салих. Он является имурджиитом, хубуритом в вопросе айбада, джагмитом в вопросе сифатусы. Это дебраться с заблудшим человеком, который абсолютно не представляет ислам. И действительно, здесь есть такие странные фетвы. Не нужно его к нам относить, даже если его признали суфисты. Кстати, он тоже суфист. Это, во-первых. Во-вторых, и Ар-Рамли, и все остальные суфисты-кубуриты считают данное дело запрещенным и мерзким. Он отрицал именно хад, что нет хада. Что означает слово нет хада, я объясню в конце. Я оставлю на десерт. Также зачту из хамбалитских источников. Что означает слово нет хада за это деяние. Или нет таазира за это деяние. Но что же он говорит о этом деянии со стороны закона Аллаха. Я имею ввиду, как это дело характеризуется или описывается шариатом. Приемлемый или неприемлемый. Это правильно или неправильно. Смотрите, читаю с этой же книги, с которой он читал. Смотрим. Говоря о хадде за совокупление, неправильное, допустим, как прольбодеяние, или там мерзким каким-то совокуплением, то есть нет традиционным. И доходя до совокупления с мертвой, он говорит вот здесь, почему нет хада. О причине, почему нет хада, говорит он. Потому что Арамли, комментируя слова Ан-Навави, говорит, почему нет хада за некрофилию. Потому что вот эта некрофилия, это то, что естество человека и так не признает в силу его отвратительности. И поэтому нету нужды шариату в прямом удержании от этого преступления. Что такое? Янфиру аттабр. То есть, яафу. Душа человека чувствует отвращение. Да? Брезгует этим делом. И он говорит, нету хада, потому что душа и так это не признает. Есть хад за зина. Почему? Потому что прольбодеяние, душа признает, хочет, то есть совокупление с женщиной, живой, то есть настоящей, как положено, традиционной. Душа это признает и хочет. Поэтому здесь хад, шариат, хад, то есть наказание в дунья. Ладно, маленький спойлер. Хад это наказание в дунья. Доахера. Опять же, я потом в конце объясню. И он говорит, душа и так это не признает. Поэтому нету нужды в хадде. И говорит, и это души. То есть мужчин не испытывают к этому страсти. Гайру муштага. К этому нет страстей. Вопрос теперь, где Арамли это одобряет? Где он сказал, что это дозволено? Где он говорит, что это нормально и приемлемо? Он говорит, напротив, эта душа не признает, это неприемлемо. То есть души, естество не располагается к этому. И то же самое он сказал о животном. Почему не тухадда? Потому что животное тоже человек обычно не желает. И душа это не признает. К этому душа не предрасположена по своему естеству. Так же говорит о животном. Вот уже здесь отчетливо проясняется гнусная ложь вот этого обиженного кафира. Это Арамли. Для верности я дал еще один шарх на Минхаджа. Другого большого шифийского имама, гиганта. Чуть раньше был, чем Арамли. А это Аль-Махалли. Мухаммад Аль-Махалли. Это Канзур-Рагбин. Смотрим. Так же комментирую слова Ан-Навави. Он говорит. Почему нету хадда за некрофилию? Он отвечает. Потому что душа это не признает. Нету нужды для шариата говорить. О люди, не совокупляйтесь с мертвыми, а так с животными. Нет нужды, потому что эта душа и так не признает. Это и так противоестественно. Поэтому нету хадда здесь. Вот что они доказывают. Доказывают причину отсутствия хадда. Почему? Потому что душа и так питает к этому отвращение. Где здесь он дозволяет это? Где они это одобряют? С некрофилией в шифийском Адхабе? Понятно. Это запрещено. Это омерзительно. И душа это не признает. Потом он там же также упомянул о животном. Но опять же, я уже привел. Так же животное является, то есть, зоофилия. Является запрещенным единогласно. И не только исламом, но даже и христианством, кстати. Да, даже христианством. Любой нормальный разум эту мерзость не одобрит. У нас даже есть прямой хадид. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проклял того, кто совокупляется с животным. Он сказал, Вот здесь пророк три раза повторил проклятие на тех, кто совершает народ деяния лота. А это гомосексуализм. Потом говорит, Проклят тот, кто прирос в жертву не Аллаху. И говорит И проклят тот, кто совокупился с животным. И говорит И проклят ослушник своих родителей. Вот сам пророк говорит Проклят тот, кто совокупился с животными. Даже если бы какой-то шафиит поздний, не шафиит, а какой-то поздний, такой сказал. То есть абсолютно это не бьет по исламу. Мало ли что он скажет. Хотя он такое не сказал. Но допустим, возьмем самый такой худший конец, любимый для нашего галлюцината, ему подобных. Это нисколько не бьет по Корану и Сунни. Вот, саллаллаху алейхи вассалям, порицает это деяние. Далее он привел хамболитский мадхаб. Смотрим. При условии, что умершая, не является супругой того, плюс не совокупляется. А если умершая приходится ему женой, то на него не налагается никаких обязательств при совокуплении с ней, будь она живая или мертвая. Некоторые считают необходимым, чтобы муж омыл ее, потому что после полового акта некоторые следы сношения остаются на ней, а она не является для него чужой, и при сношении с ней мертвой на него не налагается обязательств, как при сношении с другими. В общем, если простым языком, то по мнению хамболита Арухайбани, если мусульманин хочет совершить половой акт с мертвой женщиной, не являющейся его женой, он должен заплатить преданное. А если умершая его жена, то все, что ему нужно, это омыть ее после совершения своего грязного дела. Здесь он тоже допустил подтасовку. Во-первых, здесь тоже идет отрицание хадда. Не запретности, а хадда. Но потом там же он читает, что запрещено. Он сам себя же здесь опровергает. То есть, он доказывает, что это у нас можно, потом сам же читает в этом людскрине, что нельзя. Если ты сам, подонок лживый, прочитал, что это у нас нельзя, ты не можешь додуматься? Тогда что означает хадд в исламе, раз этот хамболит отрицает хадд в этом деянии? Говорит, тахрим есть, запрещенность, тахрим, но хадда нету. Что это значит? Вот наша хамболитская книга, источник, аль-Мухни. Это не только хамболитская книга, это целая энциклопедия, сборник. Это Ибн Кудам Аль-Мухни. Что он говорит по этому поводу? Внимание, имам Ибн Кудама, разбирая, есть ли хадд тому, кто сделал некрофилию. Есть ли хадд или нету? Он говорит, первое мнение, что хадд есть. И это мнение некоторых табиинов, как Аль-Ауза'а, к примеру. Второе, что нету хадда. Нету хадда. Это мнение Аль-Хасана, это тоже табиин. И теперь та группа ученых, которая считает, что нету хадда, объясняет, почему нету. Ля-анна хуя улдуван мустахлик. Потому что это орган уже использованный, то есть утраченный, ну испорченный, как бы, ну мертвый. Это первое. Ва-ля-анна халя юштага митфлюха. Потому что подобную, то есть мертвую, не желают. Она не вызывает интереса у мужчины, возбуждение. Она же мертвая. Ва-внимание. Та-а-фуга нафсу. И душа питает к этому отвращение. Да? Брезгливость. Это же мерзко. Поэтому нету нужды у шариата прямым текстом подобное запрещать или от этого удерживать. Именно прямым текстом. То есть нельзя такое делать. Нету нужды в таком оказании. Потому что это и так души не признают. Хад в исламе для того, чтобы остальным неповадно было. Чтобы другие увидели, осознали и удержали себя от этого. Например. Украл, руку отрубили. Видите? Хад руку отрубить. Допустим. Выпил там. Хад высекать. Залял клевету, оклеветал целомудренную. Хад высекать. Разные сходуды. Хад камнями забить и прочее. Вот это хад, чтобы остальным было уроком. Вот для этого хад. Но вот таких мерзких дьяниях хад нету. Почему? Потому что остальные и так знают, что это мерзко. Отвратительно. Это никто не признает. И души этого не желают. Напротив, питают к этому отвращение и брезгливость. Где здесь эти ученые одобряют и говорят, что это не запрещено? Все они лишь хад отрицали. Когда ученые отрицают хад, это не означает, что они отрицают запретность, преступность этого деяния. Маленький пример. Салли Аллаху алей вассалям хадисы у Ибн Маджи сказал. Ростовщичество 70 грехов или степеней грехов. Самые маленькие из них, это когда человек словно совершил со своей мамой пролюбодеяние. Боже упаси. То есть настолько огромный грех риба. Рост. Лихва. Это настолько опасный грех. Это одно. Второе. Пить спиртное. Грех. Грех. Но не настолько, как риба. Внимание теперь. За распитие спиртного в исламе есть таазир. За риба нету. То есть за риба нету ни таазира, ни хадда. А вот за хамр есть. За кадф. Клевета в адреса мудренных. Есть. За пролюбодеяние есть хад. За какие-то грехи есть хадуды. За какие-то грехи нет хадудов. Подавляющее большинство грехов в исламе не имеют хадудов. Теперь что скажем, что они дозволены. Я вам уже привел пример. Хад. Это статья или постановление, решение судьи о применении телесного наказания преступнику. В этом мире. Все. Вот что такое хад. Например, человек сделал зина. Кады его наказывает. Как он холостой был или состоял брак. Это сейчас другая тема. Суть, что его наказывают. Допустим, он сделал пробудяние. Не узнали, что он сделал зина. Или его не увидели. Или он не признался. То есть никто не узнал, кроме Аллаха. Значит, хадда не полагается. Вопрос теперь от того, что хад теперь ему не полагается, что его дьяня стало дозволенным. Нет. Он будет наказан Йома Аль-Кияма. То есть если человек не будет наказан в Дунья, то он обязательно будет наказан в Ахира. Потому что запретность дьяния не снимается. Ну что ты мой дорогой лживый подонок. Тебя только что лицом в лужу своей же блевотины. Присаживайся поудобней. Вот таких подарков я тебе приготовил предостаточное начало. Продолжаем. Продолжаем.